Добрый день, уважаемые подписчики сайта mega-обзор.com. Мы продолжаем цикл статей в ММО с головой. В этой части мы будем продолжать рассказывать про Тера онлайн, а в частности опишем игровое поле, опишем базовую механику, опишем типы могов, встречающихся в игре и как с ними справляться в общих чертах. Со стороны многих тех, кто уже давным-давно играет в MMORPG, MMORPG это просто и понятно, но не для совсем новичков. У них часто вызывает затруднения обилие элементов интерфейса. Итак, интерфейс игрока в Тера, достигшего 60 уровня, выглядит примерно таким образом. Сложен на первый взгляд, но очень информативно. Итак, в этой зеленой рамочке располагается уровень здоровья всех членов вашего Рейна, а над ней ваш личный. В этой зеленой рамочке располагается профиль персонажа, компас и активные квесты. В этой зеленой рамочке располагается панель быстрого доступа. А в этой зеленой рамочке располагаются ваши умения, которым вы можете изменять дополнительный набор способностей внутри. Что касается игрового поля, конечно, более 15 открываемых окон так просто не разъяснишь, нужно время для того, чтобы это понять. А вот мобы в игре разделены на 3 категории, причем зерги как они есть. Есть маленькие мобы-миньоны. Они нападают группками, дают мало опыта, с них почти ничего не падает. По секундомеру, вы можете проследить за сколько их убьют. В игре также есть множество обычных мобов. Обычные мобы, а не как гидролизские. Вдвоем, втроем большой опасности не представляют, но соберя пачку, вы можете заработать большие проблемы. При убийстве по одному не требуют особых знаний вашего персонажа и прекрасно убиваются с минимальным применением ваших способностей, однако времени для этого вы затратите куда больше. Как можно видеть, если миньонов я убил за 3,5 секунды, то на двух обычных мобов пришлось потратить 16 секунд. Существуют особые монстры. Одни называются Бамы. Бамы – это большие и опасные монстры, которые существуют в мире терра. Каждое сражение с Бамом – это, так сказать, проверка на ваше мастерство. Они требуют от вас идеального выполнения всех ваших защитных и атакующих маневров. Для сражения с ними требуется знание своего героя из его слабых и сильных сторон. Давайте попробуем убьем этого Кумуса. Как можно видеть по секундомеру, мы снова замеряем время, которое нам необходимо потратить на убийство этого монстра. Смотрим. Продолжение следует... Как можно увидеть, для того, чтобы убить аналтоку буса, которого мы бьем уже почти минуту, нужно применять полный арсенал своих способностей. Здесь я задействую его более 7 способностей, два раза сменил стойку, постоянно применяю уклонение и блок. Скажу вам честно, этот Кумус не применил еще все свои умения из арсенала, которые он умеет. Наверное, по каким-то причинам не включились скрипты, но, тем не менее, даже с неполным арсеналом он представляет огромную угрозу. Но и награда соответствует. Из каждого убитого мама вываливается куча всякой мелочи, которая, с первой стороны, кажется неважной по сравнению с шедевральными вещами в вашем рюкзаке, но, тем не менее, очень приятно прохождение этой игры до 60 уровня. Также в Terra Online существуют различные дополнительные режимы игры, которые вы можете играть прямо с 30 уровня. Возьмем, например, Осаду крепости, известную в игре под названием Твердение Корсаров. Итак, здесь вы можете на самом деле очень много. Каждый игровой режим предполагает то, что помимо обычного массового сражения рейд на рейд, что само по себе на самом деле достаточно весело, будут подразумеваться какие-то уникальные механики. Так, например, вы можете отремонтировать брошенную пушку, сесть в нее, покататься. Пушка очень мощная, но хрупкая. Постарайтесь не умереть так же быстро, как сделал автор. Играя за атакующую сторону, можно весело полетать на дирижабле, сбросившись с десантом на стену. Можно взять бомбу рядом с точкой вашего респауна, чтобы затем добежать и выхватить какого-нибудь осторожного мистика. В общем, есть где повеселиться и есть где попобеждать. Приятной игры, с вами была редакция Мегаобзор.ком Мегаобзор.ком